Девушки отдыхают Исполнить свое предназначение Посмотрим, хоть у кого из них это получится лучше Каждый хочет сохранить свое Может, они сумеют поладить? Исключено Все не поместятся за столом переговоров Если с одной стороны за него усядется генерал И с другой инквизитор Один будет решать, остальные погибнут Субтитры сделал DimaTorzok Наступило утро двенадцатого дня День последний Остался меньше четырнадцати часов до принятия решения Всем привет, меня зовут Даратур И мы продолжаем страдать в море Короче говоря Я уже бодрствую где-то, наверное, с часу ночи И вот до семи утра Я обошел абсолютно весь город Я успел поговорить со всеми Этот город Я не знаю, что произошло этой ночью Пока я... Даже можно сказать, вечер получается Пока мы там спали Сколько часов? Пять, да? Шесть? Короче говоря Город... Город вымер Он абсолютно пустой Инфекции нет нигде Ни в одном районе Единственное, что здесь еще местами попадаются Знаки того, что где-то когда-то была чума Ну, я имею ввиду Стоят вот эти... Стенды с крысами мертвыми Подвешенными И все Где-то они еще встречаются Но людей нет вообще никаких Нет ни мародеров Ни бандитов Единственное, что стоят только военные И все Короче говоря У нас только одна задача на этот день Дождаться семи вечера Представляете, нам... Я не знаю, сейчас все, что мы можем сделать Это просто Ходить и со всеми разговаривать На самом деле, я это уже сделал Поэтому все, что нам остается Это просто Просто Изучать город дальше Или пойти еще подремать до семи вечера Вдохнуть, так сказать Но Я, честно говоря, пока не понимаю Как... Что вообще произошло? Дело в том, что я Только что побывал Допустим У всех, кто заболел Они все еще болеют При этом у меня есть панацея Я мог бы ее им дать К примеру Кстати говоря Цены стали более-менее приемлемые Сейчас Не все равно дорого Но как бы приемлемо То есть хлеб уже стоит не 1800 А 900 То есть в два раза дешевле, например Хотя по приезду он стоил Совсем дешево Я помню Вот Я побывал у кайных Это самое интересное, кстати говоря Я побывал у кайных И что произошло? Слушай, подожди А Я бы, знаешь, где хотел бы походить Вот сейчас, пока мы с вами разговариваем Я хотел бы посетить вот это вот место Вот это вот, например Что это такое? Все равно время есть Ему надо куда-то деть Я побывал у кайных Это самое странное Короче, помните, как они себя вели? Они вели себя так, словно у них там живет 5 человек То есть в Викторе сидит Нина О, кто-то письмо прислал В Викторе сидит Нина В Георгии сидит Симон И так далее, да А Мария вообще собралась стать алой хозяйкой То есть своего рода местной королевой Которой будут все слушаться Просто потому, что она обладает силой Короче Я сейчас к ней пришел С ними разговор Сейчас был Очень адекватный Я бы так сказал То есть такой, как он был По приезду к ним Виктор разговаривает сейчас от своего имени Он рассказывает мне о том, какая была Нина То есть души Нины в нем более нет Господи, Симон Георгий Разговаривал со мной абсолютно точно так же Он разговаривал со мной так, как вроде бы В нем больше нету Симона Более того, он мне рассказывает о том, что Душа Симона теперь Теперь ей придется уйти все-таки из многогранника И ему И у него тоже скоро Его день настанет, скажем так Потому что Ну, в общем, ему уже сложно Жить И все такое То есть он не хочет обременять всех тем Что накапливает все болячки и так далее Он просто уйдет Во внутреннее покойный горный И на это все закончится Для него А, я туда не могу встать Хорошо Короче говоря, я не знаю Они сейчас себя ведут вполне себе адекватно Так, словно их Оставили эти души в покое Но прикол в том, что они сами говорили, что их души Покинут их тела Чтобы их тела заняли другие души То бишь Симоны и Нины То есть все-таки Все-таки это было больше похоже на какое-то безумие Чем на что-то действительно Мистическое или метафизическое Я не знаю Короче Я прошелся по всем, кто заболел Из наших приближенных не заболел никто Они все нам благодарны за спасенные им жизни Те, кто болеет Ну, предположим, Юлия У нее была панация Я ее оставлял, кстати говоря Она могла бы ее уже давно выпить и не страдать У меня с собой Я на всякий случай забрал всю панацию с собой На тот случай, если вдруг ее кому-то можно будет отдать Короче говоря, вы сами видите Город вымер Все окна заколочены Ни в один дом, кстати говоря Я зайти не могу Все дома закрыты Только военные стоят И то не везде Я так полагаю Что город эвакуировался Город эвакуировался, но правда, не со всеми жителями Может быть и нет Может быть и не прав Потому что нам нужно сегодня принять решение От которого будет зависеть Будет обстрелян город И разрушен до основания Или же нет Горуспик Мне передали, что ты ищешь альтернативы Ой, ну Я знаю, как нам поступить Придется принести серьезность жертву Однако мое решение представляется мне наиболее гуманным Если доверяешь мне, приходи, обсудим подробности Времени мне не хватает совсем Мне кажется, я готов разорваться на дно Слишком много всего случилось в последний момент Помоги Помоги, серьезно Бурых просит меня помощи Вот это нонсенс Окей Последний раз он был вот здесь До этого его можно было найти в термитнике Я думаю, что он находится где-то на заводах Я думаю, что туда мы и отправимся Ну здравствуй, Артеми Кстати Смотрите, что я купил Да Я купил скальпель, который был у нас в начале Первый день Вы себе даже не представляете, как мне было приятно вернуться к этому Прибору, скажем так Это я его продал в начале игры Чтобы у нас были какие-то деньги Чтобы что-то там надо было сделать Я уже не помню, что И теперь мы его вернули Я не знаю, это Такое впечатление, словно он просто меня дожидался Вот как-то так Ходил тут, значит, по всем торговцам Туда-сюда Перепродавался Перепокупался И в итоге вернулся ко мне По крайней мере, так мне хочется думать Господи, сколько у нас всего в итоге И нету никакой одежды Мы проходили с одностранной марлевой повязкой все это время Катастрофа Я еще получил письмо о самозванке, кстати говоря Оно тоже предлагает какой-то метод решения проблемы С военными Но до начала я хочу выслушать Артемия Я с тобой согласен, бурок Надеюсь, ты сейчас счастливее меня, Ойнан Что же, что же, ты решился? А ты? Я в сомнении, Ойнан Все это время я шел между двух тропинок Я надеялся, что в конце концов они сойдутся в одну А они разошлись Я знаю, как сохранить весь город, не рискуя ничем Я мог бы показать тебе обещанные доказательства Но времени чуть-чуть не хватило А как тебе это удалось? А я бы разрушил многогранник Такой ценой я сумел бы достать средства для изготовления панацеи в огромных количествах Поселение, разумеется, я бы сохранил Опасное место, пребывающее в запустении В сто крат опаснее заселенного, если оно управляется твердой рукой Так, значит, ты бы снес многогранник Цена за спасение город И как бы оно стало Управляться это поселение, построенное на пороховой бочке Я взял бы на себя самую трудную часть Именно ту, которая закрывает своим куполом недра Жилую же часть, закрытую защитной корой Я отдам следующему поколению правителей Их воспитает капелла Если же вдруг болезнь прорвется наружу У нас будет довольно панацеи, чтобы задушить эпидемию зародыша Это ты о прочных детях? Да, это именно они Ольгимская отметила их, а ее печать не от мира сего Она не ошибается Если бы ты, например, позаботился о них Я сумел бы подготовить свои аргументы до вечера И явился бы на совет с доказательствами Но самозванка погубила их Теперь некоторые из них умирают Подожди, дети Это, получается, были приближенные самозванки Серьезно И она их заставила Ох, ну ты, твоя самозванка А может быть и нет Может быть я ошибаюсь Может быть там что-то Сложно судить, когда ты не знаешь Действовать других Они в ту очередь могут судить А тебе тоже плохо Когда они знают, чем ты руководствуешься Тем не менее Я мог бы им помочь, кстати говоря У меня рекастр просто завалить В самом деле Тогда я мог бы предъявить полководству аргументы В пользу такого расклада При котором город будет сохранен Ценой разрешения башни Этот расклад разумен Я чувствую это сердцем Я чувствую это сердцем долговечен Я думаю о будущем моего сообщества Так, конечно, мне для этого надо Я явлюсь на совет Если буду знать точно Что живы дети Которых мне поручила Капелла Тогда Время, которое я намерен потратить Сейчас на обход Я потрачу на подготовку Своих доказательств Я готов помощь с порученными Да Думаю, что да Подожди Я помогу ему с детьми Но Я еще не выслушал Я не выслушал Я не выслушал самозванку Мне нужно ее выслушать Вдруг она Понимаете, меня очень сильно просили Не разрушать многогранник Это раз Но Разрушив многогранник Я так понимаю Мы дадим Отдадим власть следующему поколению То есть Нынешняя Алая правительница Мария Она уйдет на покой Прямо сейчас Получается То есть Все, что построилось Прямо сейчас И будет строиться На пепелище города Нет На пепелище города Ну, в принципе, да На пепелище этого города То есть Стоматины Уйдут На тот берег горхана Будут строить Новый город И всем будет заправлять В итоге Мария Хорошо Я так или иначе Я возьму это на себя И поговорю еще При этом с самозванкой Нету и надо В этом и заключается Служность Панаций у меня уже не осталось Последнюю сплянку И последнюю группу Ингредиентов Мне придется использовать На совете Как аргумент В пользу моего варианта Ясно Ясно Ну я что-нибудь придумаю Хорошо Хорошо Я так думаю Что у нас еще есть возможность Отправиться К Кларе И поговорить с ней В этом поводу Я Кларе не доверяю Конечно совершенно никак Потому что Вот все что мы с ней Все что с ней было связано Вот По моим впечатлениям Все что было с ней связано Все Увядало Все Умирало Но Тем не менее Какие-то там Были люди Которые говорили о том Что Она является Чудотворницей Я хрен его знает Я ее таковой Пока что Не считаю Я еще не получил Ни одного доказательства Того что она Хоть как-то Кому-то помогает Серьезно Да что ж такое-то Сегодня в 19 часов В здании городского собора Сосредства Совет Убедительно прошу Съявиться на него И предъявить этому Твердо лобовому полководству Аргумент в пользу Вашего Надеюсь Нашего с вами Общего решения Также прошу вас Уладить все ваши Дела до начала света Ситуация сложилась Падовая К сожалению Моего авторитета Кажется недостаточно Для того Чтобы обеспечить Принятие должного решения В административном прятке Так По скриптам Чрезвычайно рассчитываю На ваше благоразумие И конечно На вашу честность Аглая Лич Прикол в том Что она тоже Хочет Грохнуть Многогранник Я уверен в этом Она хочет Грохнуть Многогранник И при этом Хочет избавиться С ней все Будет не так просто Нас то же самое Кстати говоря С нами то же самое Провели То есть Нас отправили сюда Как бы Хотя С желанием Избавиться от нас И при этом Чтобы мы Избавились от Мора И как бы Двух сайдцев Одним выстрелом Что называется Двух сайдцев Так Это все Конечно Очень Здорово Но Давай-ка Сначала Найдем Где-то здесь Среди всех Этих корпусов Самозвонку И выслушаем Еще И ее Ну Здравствуй Клара Слушай Я только сейчас Подумал О том Что она Так сильно Похожа На Оспину Что ли Нет Или у меня Просто Мерещится Не знаю Ладно Давай послушаем Что ты мне предложишь Не нужно жертвовать Ни башней Ни города Можно сохранить Все Вот Вот этот вариант Мне нравится Видишь Как все повернулось Кто же мог представить Непременно Приходится чем-то Жертвовать Либо город Либо многогранник Один ферзь Непременно Желает разрушить Чудесную башню Другой Истребить Как можно больше До собственного Спокойствия А есть другой выход Я бы могла сделать так Чтобы все было Как прежде Если бы попала В собор И смогла бы взглянуть В глаза инквизитору Но я не могу У меня слишком много Зовут Моих подопечных Они мне поверили Видишь ли Я не могу Их оставить Но я могу Помочь на самом деле Все не перечислены В твоем письме Что я написал О тебе Несколько дней назад А так Узнать их Не сложно Гонимые Отверженные Злодеи Преступники Те у кого не осталось Иного прибежища Кроме меня Новые хозяйки С тобой все просто Мне Артеми Столько всего Нарассказывал А ты мне просто Сказала Что у тебя есть Какой-то там План Борог Борог Мне хоть какие-то Доды Приводил Это Просто Я не знаю Она До последнего Скрывает Какую-то Какую-то Я не знаю Какую-то ерунду Кстати говоря Это левый корпус Мы в нем Не были еще Теперь у меня Есть весь день На том Чтобы я просто Тупо Принял решение О том Кого мне спасать Потому что Скорее всего Я сейчас посмотрю Что конкретно Нам нужно Для того Чтобы спасать Людей Панацея Или достаточно Были Антибиотиков Каких-нибудь Которые Просто Дадут Время Есть еще Такой вариант Как спасти Всех Если у меня Хватит на это Лекарств На самом деле Для лекарств Денег у нас Хватит Это уж Тучно Но Главное Чтобы Им Подошел Мономицин Или Фермицин Какой-нибудь В принципе Мы все Сможем Достать Ладно Настало Время Настало Время Размышлений Бакалавра Мы решили тебе написать Потому что Ты ничего не слушаешь Ты совсем Отбился от рук Последнее время Ты делаешь Все по-своему Так невозможно Ты портишь игру Если это письмо Дойдет до тебя Приходи в многогранник Тебя пропустят Спустишься До самого низа Зажмойся И скажи Три, четыре, пять Потом открой глаза Мы хотим Кое-что тебе сказать Твои хозяева Хе-хе-хе Вот такое вот Письмецо От властей Я получил С приглашением Войти в многогранник Короче говоря Я Припоминаю Что это может быть Но имеется ввиду Что у меня всплывают Некоторые образы В моих воспоминаниях О том Какие власти Нас ожидают Но я могу ошибаться Поэтому сейчас Мы в любом случае Сходим И посмотрим На вот это вот Все И вот еще что Я Вылечил Абсолютно всех Приближенных Приближенных Грузпика Приближенных Самозванки Потому что я хочу Видеть и самозванку И Грузпика Вместе На этом заседании Это во-первых Во-вторых Чтобы это сделать Это было действительно Сложно Мне приходилось У меня была парочка Отмышек Короче говоря У меня просто не хватало Несколько Порошочков Для того чтобы Вылечить последних То есть У самозванки Понимаете У самозванки Была куча народу Больных У Грузпика Был только один Спичка больной У самозванки Была и Юлия И Анна И Оспина И оба Собуровых Были больны Короче говоря Пять человек Была больной И в итоге Мне нужно было Около шести Шести всяких Там разных Лекарств Для них У меня было Три панацеи Получается И три порошочка Я достал Это было очень сложно На самом деле То есть Мне приходилось Ходить взламывать Сейчас закрытые дома И искать крошек И обмениваться У них На порошочки Благо у меня было Что Им давать на обмен Я каждый день Скупал Иголочки И прочее подобное Единственное Что мне не понравилось Так это то Что Порошочки Которые Которые я раздавал Они Делают людей Инвалидами Короче говоря Они выжигают Внутренности Месяц заразой Но Чего-то Потом инвалидом Будет на весь На всю оставшуюся жизнь Поэтому я делал Это выборочно То есть Спичка Получил Панацею А Юлия И Анна Получили панацею А Собуровы Соспины Получили Порошочки Как-то так Я распорядился этим Но понимаете Это все такое Я тоже Первый день Лечился порошочком И ничего Вроде бы Жив-здоров И даже размножаться могу Если постараюсь Но тем не менее Тем не менее Так Ну хорошо Давай посмотрим Что он здесь ожидает Ну кстати Сколько времени У нас времени Да хрена еще Есть в запасе Ну давай Так подожди Где нам сказали Спустишь Нужно спуститься До самого низа Зашмуриться И сказать Три Четыре Пять С тобой мне Говорить по этому поводу Теперь уже нет Думаю не нужно Да Кстати говоря А как ты считаешь Что насчет горда Город может жить Непременно Конечно Это будет непросто Но ведь бороться за жизнь Прикроется всегда Иначе это не настоящее Они кстати говоря По большей степени Все говорят Одно и то же Почему то Большая часть Населения Включая Как взрослого Так и младшего Они все Говорят Одно и то же Про город Что он может Выжить Это означает Что Они все Склоняются К мысли о том Что Город Можно спасти Я имею ввиду Что не нужно Его обстреливать Более того Некоторые Люди Говорили Говорили Очень интересно Очень интересные Вещи В том плане Что Так как они выжили Предположим Собуровы Да Так как они выжили Они хотят сделать Самопожертвование Это последнее Что они могут сделать То есть Они хотят сделать так Чтобы пушки Не стреляли Они попытаются Собрать людей И Просто Помешать этому Короче говоря Я на самом деле И сам Не шибко Хочу Чтобы Чтобы пушки Стреляли Скорее всего Я буду Отдавать Слово Самозванки Почему Да просто Потому что У Гаруспика Планы Не очень Мне нравятся В общем Сейчас я вам Все расскажу Когда мы Посмотрим На то Что здесь Такое Происходит Это Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, здравствуйте, власти. Вот сейчас, вот это вот должно ответить вам на вопрос, почему дети здесь настолько не сопоставимы с реальными детьми. Почему дети настолько мудри, настолько умнее, чем они есть на самом деле. Вот именно поэтому, потому что власти это и есть дети. К сожалению, этот момент я уже давно вспомнил, то есть я все-таки игру уже проходил когда-то, я вам говорю в самом начале. Но просто сам процесс я не помню, но вот именно этот момент я запомнил хорошо почему-то. Не огорчайся, игрушкой тоже быть хорошо. В итоге мы просто игрушка. Игрушка, судьбой которой управляют, представляете? Причем, все это, все это, чертова, блин, детская игра, твою мать, это тот самый момент, который вынес мне нахрен мозг в свое время. Я ни черта не понял, какого черта вообще происходит. Как дети вообще додумались за такой сраной игры, почему они не играли в какие-нибудь дучки матери, например. А потому что мы были на похоронах, нас уже 10 дней выгоняют играть в сад, чтобы не мешали. Нас уже неделю возят на кладбище, бакалавр. А будешь грубить, отвезу тебя в следующий раз с собой, оставлю на ночь среди венков, чтобы не буянил. Вот, вот это, вот не надо мне угрожать. Охренеть можно. Вот, повезли детей на кладбище, на похороны, у них теперь травма на всю жизнь. Кстати говоря, вот у меня с этого и началось прохождение Мора на канал, с того, что меня ожидало. В первую серию, короче говоря. То есть, то, что я знал, что произойдет неизбежное, и в общем, из-за этого я решил отлечься в море. И должен вам признаться, что то, что произошло, оно отразилось и на моей психике. Мне до сих пор кошмары снятся. Я до сих пор от этого избавиться не могу. А тут дети. Кошмар, я бы не брал бы детей на такие мероприятия, серьезно вам говорю. Ну, покуда им не исполнится, там, лет 30, хотя бы. Так, ладно. А кто у вас умер? Нет, зачем вам нужны были куклы? Разве нельзя было обойтись без нас? Нужно же было тебя хоть как-то использовать. Мы тебя никогда особенно не любили. Класс, спасибо. Ты всегда была страшной куклой. Играть-то бы было невесело. Ну, все ясно, сунули меня в пекло, чтобы я просто сгнил. Да, да, да. То же самое, скорее всего, сделали и с Аглой. Сунули тех, кто мог поправить дело. Не всегда под рукой оказывается умный доктор. Так игра сложилась. Поможешь нам вылечить гордок? Я вылечу его, но для себя. А что ты скажешь? Смотри, да это же бакалавр. Ого, какой он большой. Как ты нас нашел? Значит, тебе уже рассказали? Что-то вроде того. Увы, и есть власть, да? Расскажите мне поподробнее все. А про что? Мы расскажем. Что за дьявольская игра у вас творится? Смотри, это волшебная песочница. Видишь, как она отражается в зеркалах? Там все настоящее. Вот это... Вот это город, который мы вылепили из виска. Там творится ужасная вещь. Эпидемия. Все ползет, город рушится. Но мы тогда отправили героев, чтобы они его укрепили. И как вы распорядились героями? Видишь, как все гниет. Мы думали, они сумеют что-нибудь придумать. На худой конец? Хоть песок замуроваться для прочности. Они же тоже волшебные. Взять хотя бы тебя. Видишь, как все получилось. Был игрушка, стала живой. Может и с остальными так же. А что он, наверное, делает теперь? Пожалуйста, вылечи городок. Смотри, какой он чудесный. Он же живой. И у нас... И у нас самолюбимый. Такого уже никогда не получится. Если ему не помочь, он исчезнет навсегда. Знаешь, как мы его полюбили? Да. Да. Это просто... Песец какой-то творится. Это просто песец. Короче. Если у вас есть дети, то, пожалуйста, не травмируйте их психику. Беря... С собой на какие-нибудь... Жуткие мероприятия. Просто трындец. Так, подожди. Я получил письмо, да? Письмо создателя. Если найдете время, приходите в театр. Предстоит не особенно важный, но серьезный разговор. Заранее приносим прощение за неудобную форму исполнителя. Ну, надеюсь, теперь, кто думал, почему тут дети настолько... Да, я даже не знаю, настолько умные, что ли, настолько мудрые. Вот именно поэтому. Потому что это их игра, и это их правила. К сожалению, я это помнил, но, честно говоря, я... Когда самостоятельно... Короче говоря, когда я играл в эту игру раньше. В первый раз, потом во второй раз. Когда я ее проходил, я ни хрена не понял. Ни тогда, ни раньше. Сейчас, вроде бы, более-менее все становится на свои места, да? То есть, ясно, что это детская игра. И все такое. Но вот почему-то тогда мне показалось, что такая игра не может быть сделана детскими фантазиями. Потому что она слишком сложная, слишком продуманная. Я не знаю, слишком много таких, прямо скажем, фраз, которые дети, в принципе, знать не могут. Но это все просто было, по сути, воображение. И возвращаться в этот мир, когда ты узнал вот такое, уже как-то... Странно согласить. Но я вам вот что скажу. Если мы разрушим башню... Кстати говоря, да. Я хочу вам сказать так. Я не думаю, что... Мы можем доказать властям, что мы не кукла ни хрена. Что мы можем действовать по собственной воле. Что у нас есть своя судьба и все такое. Можем попытаться разрушить чертям собачьим многогрань. Но мне что-то кажется, что это приведет в итоге к херу последствиям. Дело в том, что все хотят, чтобы городок выжил. Но если мы сделаем это таковым... Я имею ввиду, сделаем, чтобы городок выжил в итоге. Так к чему это может привести? Это приведет к тому, что мы властям только в очередной раз закажем, что мы просто кукла, которая манипулирует. Они хотят, чтобы городок выжил. Мы такие, ну ладно, мы так и сделаем. Так и поступим, как прикажете, все такое. Но, с другой стороны, смотри. Мне очень не нравится мысль об уничтожении города и многогранника. Как такового. Просто потому, просто потому, что после того, как многогранник будет уничтожен... Я просто ассоциирую, что уничтожение многогранника пройдет вместе с уничтожением города. То есть вот как-то так будет. Либо я уничтожу город с многогранником, либо я все сохраняю. То есть у меня, скорее всего, выбор будет именно такой. Вот, и получается, что при уничтожении многограника с городом, что захочет сделать Гаруспик? Гаруспик, чтобы предохранить город от всей остальной грязи, которая здесь может потом произойти, он сделает лоботомию, сделает лоботомию с томатином, прикинь, причем может быть обоим, то есть чтобы тому в голову его гениально потом не взбило что-то еще подобное строить. Пускай это и выдуманный властями персонаж в итоге оказался. Вот, я не хочу, чтобы такое происходило, то есть дети в итоге займут власть, Мария, Алая хозяйка тоже уйдет на покой, я не знаю. Короче говоря, власть займут дети, город будет уничтожен, я не знаю, мне кажется, что дети вот здесь вот сейчас, это все-таки худшее решение, то есть отдавать власть детям, потому что как бы там ни было, насколько бы мудрыми здесь не были дети, они это все затеяли, они по сути, это их игра, и если мы отдадим власть детям, то скорее всего все разрушится. Лучше отдать власть сейчас тем, кто попал сейчас к власти, то есть Мария, Георгий, Симон и так далее, то есть Георгий, Виктор. Лучше им оставить власть и потом лет через 10, когда подрастет капелла, дети, вот тогда они плавно сменят друг друга и все. И учитывая, что раньше первую вспышку остановили Сидор с Симоном, по идее, то сейчас вспышку остановили Гаруспик и Бакалавр, то есть Гаруспик и я, а значит мы уже знаем, как с этим бороться. У Симона были немножко своеобразные методы борьбы просто с этим, а мы уже знаем, как с этим бороться, поэтому такого больше не повторится, я вам так скажу. Если повторится, то мы уже будем к этому готовы. Я думаю, что за несколько лет можно надевать целую кучу панацеи. Проходите, вас ждут. Очень интересно. Удивите меня. Что это сейчас было? Интересно, кто из вас Марк? Эти дети такие же куклы, как и герои. Настоящая игра идет уже сейчас. Между вами и нами. Но я не могу оставить тело Бакалавра. Вы не ограничиваете. Бакалавр проиграл свой бой за свободу с самого момента своего появления на свет. А вы... Это он сейчас ко мне обращается, да? Сейчас происходит разговор не между персонажами игровыми. Сейчас происходит разговор между мной и разработчиками игры. Это так охрененно. Боже, это гениально. Мне просто хотелось остановить эту эпидемию. Даже пускай игрушечная. Но чем была эта эпидемия на самом деле? Вы, конечно же, поняли. Это ведь было так очевидно. Это было просто игрушечной опасностью, испортившей игрушечный город. Это было не шибко очевидно, между прочим. Разве болезнь была настоящим злом? Болезнь лишь его форма. Такое же оружие зла, как для бакалавра, нарисованный скальпель. Болезнь уйдет. Сожрет сама себя. Ей на смену придет война. На смену войне придет голод. На смену голоду ересь. Разве ради мы их... Ради них мы старались? Взгляни вокруг. То есть все это было затеяно ради этого убогого города? Нет. Этот город был построен ради вас. Извините, если не угодили. Ой, да ладно вам. И вам интересно знать, как я распоряжусь его судьбой? Для этого нам хочется убедиться, что именно вы распоряжаетесь его судьбой. Вы уверены, что за это время никто не предопределил ваше решение? А могло быть иначе? Еще как. Когда каждый твой шаг предсказан... У тебя еще есть свобода, чтобы совершать предсказанные шаги. Но когда каждый твой шаг предусмотрен, ты остаешься куклой в руках кукловода. Я поставлю так, как сочетаю нужным. Именно этого мы и ждем. За мной слово. А что ты мне скажешь? Видите, как печальна наша судьба? Мы так на вас надеялись. Мы несчастные актеры. Ждали, что именно вы окажетесь режиссером новой Мантомиме. Ведь старая уже сидит в печенках, а вы оказались куклой. Но я не кукла. Или мне это тоже казалось ударом на самом деле. Я думал, что я человек. Это все, что ты мне хочешь рассказать, да? Ваше степенство. Вот это какие-нибудь распоряжения? Распоряжение? Скажи мне, кто вы такие в таком кукольном мире? Мы же не задействованы в кукольных спектаклях. Мы актеры-контомимы. Я вот несчастный актер. Амплуа моей маски и бесконечный плач по неизбежным утратам. Наш репертуар вообще довольно ограничен. Почтенный импрессарио несколько преувеличил значительность городского театра. Хорошо. Что за лицо скрыто по твоей маске? Маска ручаясь, она детская. О, это слова бакалавра. Только он мог услышать голосишко актера, привыкшего изъясняться одними жестами. Я именно ту, что вы и предполагаете. Груда плохо раскрашенных треугольников на вашем экране. Что вы так смотрите на меня? Не надо приписывать мне большую роль, чем та, что мне отвели с самого начала. Большую роль я не потяну. Маска недостаточно выразительна. Ясно. Ясно. Ну как? Чувствуете, как имеет ваш мозг? Как ровным счетом, непонятно не хрино. Что делать, абсолютно не ясно. Твою мать. Короче говоря, все, что нам остается делать, это просто, видимо, тупо дождаться с 7 вечера и пойти принять какое-то решение. Честно говоря, мне так хочется принять решение, которое... Которое что? Которое заставит удивиться властей? Если я сделаю так, как они хотят, так, как они все хотят, абсолютно все хотят, чтобы я город сохранил. Даже самое любопытное, дети хотят, чтобы я сохранил город, а дети являются аватарами властей здесь, верно? При том, что Гаруспек хочет, чтобы дети заняли здесь места, то есть для этого ему нужно уничтожить башню. В тот момент, когда... В тот момент, когда даже сами дети не хотят, чтобы я этого делал. То есть, видите, какое-то есть несопоставление, короче говоря, я не знаю. Что-то не сходится. И при этом мы видели с вами умирающего быка. Умирающего быка, из которого, скорее всего, кстати говоря, Гаруспек и делает свои лекарства, но умирающий бык это символ этого города, который был нанизан на ребро, а ребро это был многогранник. Что нужно сделать, чтобы бык в итоге выжил, или чтобы не происходило этого снова? Нужно убрать кость эту, чтобы больше на нее никто не напарывался, никакой бык. Да? Короче говоря, у нас есть время на подумать. Пока можно еще походить, пообщаться с людьми. На этот счет с куклами, я бы сказал. Может быть, события немножко пойдут не по запланированному властями плану, если на собрание придет и самозванка, и Гаруспек. Возможно, так не планировали власти, что так произойдет. Если бы я привел кого-то одного, это уже означало бы только один путь. А так они придут оба, и может быть мы втроем что-то сделаем? Что-то? И вдруг он выходящий? Пора. Входите пока, Лаура. Вашего решения ждут на собрании. Ферзи вышли в клинч и парализовали друг друга. Партия грозит разрешиться трагическим патом. Вы пешка, которая вышла к последней черте. Ставьте мат. Мне сейчас смешок твой послышался, да? Весело. Сейчас решится все. Инквизиторша, похоже, полагает, что использовал от тебя. Что использовал от тебя? Запутался? Не дрей ей. Она тоже ничего из себя не представляет. Все шло именно к этому. Теперь ты действуешь в интересах неизбежности. От нее никуда не деться. Зло побеждает все. Субтитры сделал DimaTorzok Кошмар. Боже, я не знаю, я почему-то так нервничаю сейчас. Я так не хочу принять решение, которое, я не знаю даже, которое заставило бы всех считать, что я в итоге действительно кукла. что? Я помню, что мне говорили в Сабуре подняться наверх, но я даже не прилагал. Ангел смерти прошел за моим окном. Ева? Вот ты пришел. Мне больше ничего и не нужно было. Божечка. Что за... Я знаю, что Мария причастна к смерти Евы на самом деле. Я общался здесь с другими куклами. Они мне говорили, что это Мария подстроила смерть Евы. Но так как ты не живая, дорогая моя, технически ты тоже куклой. Ты можешь быть как мертой, так и живой. Скажи, Мария причастна к твоей смерти? Опять про Марию? Зачем? Зачем ты говоришь со мной о ней? Причем тут она? Ты же сейчас со мной, и это продлится так недолго. Так для чего же? Спрашивай о Марии. Как будто больше не о чем говорить. Тогда что? Что побудил? Только не казнись. Не думай, что это для тебя совсем не для тебя. Я только хотела поселиться здесь. Хотела, чтобы собор стал хотя бы немного живым. Чтобы в нем было хоть бы что-то чудесное. Но это не выход. Ты тоже так думаешь? А мне так страшно. Я боюсь, что своим поступком я раздразнила что-то злое. Да, теперь тут не пусто, и что-то мистическое несомненно появилось. Я чувствую это все время. Но она меня очень, очень пугает. Как ты думаешь, что это значит? Не бойся, ничего. Но посмотри вокруг, видишь, как заседает теперь там внизу безжалостная инквизиторша соединила руки с кровавым горуспиком. Любоголовые демоны брудят по алтарю, а безлицы прислуживают ее. Мне очень страшно. инквизиторша несет зло, считаешь? Мне кажется, что это так. Я ведь наблюдаю за ней, когда никто ее не видит. Да, она поручная гордячка. Она поручная гордячка. Нельзя вести себя так, как она. Даже я никогда не позволял себе ничего подобного. Тебя она презирает, а всех остальных ненавидит. И я с тобой, дорогая моя девочка, я согласен. Я так и думаю. Ты ведь еще будешь приходить сюда? Да. Буду. Видишь, у меня лад. Эта игра вызывает эмоции. Если игра вызывает эмоции, это очень хорошая игра. Вот что я вам скажу. Она чертузки недооцененная. И мне прямо жалко. Мне прямо жалко. Город можно очистить. Теперь я знаю, как изготовить достаточное количество панацеи. Заступаешься за Аглаю? Ты заступаешься за Аглаю? Подожди секундочку. Аглая что хочет? Аглая хочет уничтожить город. Подожди, может быть... Чем же она тебя обманула? Я никак не пойму. Что? Она солгала тебе, скрыла тебе правду. Кажется, все, что ты узнал, ты узнал без ее помощи. Все выводы, которые ты сделал, твои выводы. Весь город был открыт перед тобой. Да, она просто пришла сюда из-за того, что жаждала мести. Вот в чем подвох был. Почему? Почему? Она пришла как светоносец, способный мучить своего интеллекта разрешить все наши беды, а оказалась предательница, которая под видом раскрытия правды впарила мне новую ложь. Да, ты просто обижен на нее, ой, но чувствуешь, что она предала тебя только потому, что ты сам доверился ей. Не стоит загодя предполагать в человеке спасителя, а когда он не оправдает твоих расчетов, проклясть его, хотя он сам и не видал твоих надежды. Прикол в том, что я на нее возлагал надежды, и она знала об этом, и играла мной. Сам виноват, не нужно мстить, оглае. Если ты хочешь разрушить город и сохранить башню, чтобы досадить ей, и таким образом подтолкнуть ее к гибели, это будет недостойно тебя, война. Сам превратишься в злобного куловода, ведомого жажды мести. Хм. Тебе получился бы отличный адвокат. Что насчет тебя, Клара? Ты точно здоров? Хорошо. Скажи, ты намерена сохранить город, но как? Нет, Бакалавр, ты этого никогда не поймешь. Ты очень умен, но твой интеллект сковывает тебя. Ты никогда не поймешь моей правды. Даже близость с Мрией и веро способность Симона не приблизила тебя к пониманию высшей сути вещей. Моя правда связывается только на этом уровне. ничем тебе мой интеллект не угодил? Твоя победа это победа чистого разума. Смотри, ты, смотри, ты, как и мы, восстановили картину вселенной и открыли корень произошедшего, но ты восстановил ее лишь в самом строгом и скопом ее виде. Ты узнал механику произошедшего, ты вообще механик от науки вращивания. А кто же вы тогда? У нас с Брахом все иначе и гораздо глубже, ты уж поверь, мир ты в итоге создал механически непротиворечивый, рациональный, хочешь сохранить то, что разумно было бы сохранить, разрушить хочешь все, что целесообразно разрушить с минимальным риском для успеха твоей трагической миссии. Если бы это было бы так, я не привел бы тебя сюда. Вон стоит Мария, она смотрит на тебя с надеждой и ее бархатные глаза уже наливаются огнем алой хозяйки. Чего же тогда она ждет? Что она вообще здесь делает? Я еще с ним не говорил. За что они так издеваются надо мной? Вы видите, что я действительно бессильна. Меня винит в том, что я подготовила ваше открытие. Веры мне нет. Скажите же им, кто сделал это открытие, ибо лавры его принадлежат вам. Вы в сомнении? Я улечил тебя в обмане, Аглая. В данном случае одно и то же. Странно, что вы так и не поняли этого. Это место утопия, то есть надругательство над естеством. Утопия должна быть разрушена. Она зло. Зло, значит. Стоит, значит, и смотри, как я меняю мир. Что скажешь ты свое оправдание? Нельзя позволять обманщику играть с нашей свободной волей. Итак, бакалавр, вашим решением руководил ни расчет, ни корость и ни вынужденные обстоятельства, но лишь ваша совесть. Я получил приказ сравнять с землей все, но если такой необходимости нет, я готов поверить вам, рискнув жизнью и честью, ибо я милосердц. Куда наводить наше орудие? Я еще не готов. Подождите куночку. Так. Почему? Я не могу двигаться сама. У меня есть для тебя ответ. Так. Когда ты начнешь осуществлять свой замысел, Мария? Я уже начала, мой Даниил. Когда наступит ночь и ветер развеет дым сожженный с земли, а пыль от разрушенных зданий опустится в лист и увидишь, что на небе согрелось несколько новых созвездий и они понесут свой свет к нам. И когда первые крупицы этого света достигнут сутцов многогранника, чудо случится. Она хочет, чтобы я сравнял все с землей. Весь город. А они начнут строить новый город на том берегу. Я предвижу, что в ней будут преобладать красные цвета, рубиновые, алые, багряные, пурпурные, огненные, розовые, бордовые, гранатовые, кровавые, малиновые. Может быть, в строении этих созвездий ты даже увидишь что-то знакомое. И откуда возьмутся эти созвездия? Они были уже очень давно, просто раньше люди не видели их от того, что их свет мчался из слишком далеких запредельных пространств. Теперь впервые лучи этих звезд достигнут наших поверхностей. Мы увидим их свет в зеркальных плоскостях сохраненного многогранника. А зачем ты здесь, Мария? Странный вопрос этот задыш. Разве ты не видишь, что теперь это мой город? Я здесь власть, я мать, и коль скоро я буду участвовать в рождении нового города, я хочу присутствовать при гибели города прежнего. Это мой долг, и осталась одна из всего дома кайных. А твой брат, ты не будешь делиться с ним властью? Уже ничего не изменить, им нужно освободить место для новых гостей. Мой брат озлобится, предаст меня и поднимет против меня мятеж, но я найду на него праву. Он и сам пожалеет спрятаться за спину капеллы, когда из-под моих нахмуренных бровей на него грустно глянут мамины очи. Ты уже стала хозяйкой? Нет, пока ты здесь, ты этого не увидишь, если, конечно, ты не захочешь остаться. пожалеет. Кажется, у властей, у наших хозяев, у тех ребятят, кажется, у них мама умерла. Ужасно. Просто ужасно. Да. Продали, что полковец признал тебя божественной вестницей и теперь повинуются твоей воле. Разве имела бы я право называться божественной вестницей, если бы у меня была своя воля? Разве мне служит полковой эс? А как же ты, бакалавр, когда речь захватит о таких вещах? Полковой эс рыцарь. Он обладает особого рода чуткостью. Он понял, кому должно служить теперь. Ты боишься, что он умрет? Не бойся. Во власти ведь дали ему такой же лицемерный приказ, как и тебе. Наверное, его помилуют, найдут для него новое пекло. В какие только костры и в какие только пропасти, они не отправляют его в надежде, что новое назначение станет ему могилой. Но из всех испытаний он выйдет победителем. С твоей помощью? Я буду сопровождать его повсюду. В каждом походе я буду стоять у него за плечом и он всегда будет знать, в какую сторону я могу направить удар. Ибо такой выбор не раз встает перед ним. Страшны и многочисленные будут враги его, но усиленная духом моя мощь его будет несокрушима. Ты боишься того, что слишком много крови прольются прежде чем свет истины восторжествуют над миром. Не надо бояться. Да, эти орудия похоронят немало людей прежде чем война будет окончена, но зато когда она окончится, она окончится уже навсегда. Все царства земные соединятся и будут существовать в согласии и будет им единый закон. это это просто трындец какой-то это просто трындец они все здесь собрались его уничтожить что за херня творится короче нами пытаются манипулировать пытаются да и делают это абсолютно идеально так мое решение в том подожди а если откажусь от выбора кто тогда будет выбирать кто-то из них я не знаю что делать смотрите сейчас я вам попытаюсь разложить все по полочкам Мария хотя нет давайте начнем наверное с Гаруспика Гаруспик что хочет сделать Гаруспик Гаруспик хочет чтобы давай просто откинем пока что то что мы куклы да смотрите что хочет сделать Гаруспик Гаруспик хочет поставить детей во главе всего этого города заменить нынешних хозяев на детей то есть он предлагает уничтожить многогранник вывести оттуда детей естественно многогранник уничтожит и семью кайных и всех остальных вместе взят короче он просто поставит но он поставит детей во главе города они будут им управлять но при этом с помощью уничтожения многогранника он сделает огромное количество вакцины которых хватит мало того что с запасом так еще и весь город сейчас излечить это вроде бы звучит неплохо дальше что хочет сделать самозванка самозванка хочет просто оставить все как есть она хочет оставить все как есть к чему это может привести это может привести к тому что история будет повторяться опять начнется какая нибудь эпидемия в следующий раз опять будут какие то войны и тому подобное то есть я не знаю в тебе что-то изменилось по сути она просто предлагает забить мне это тоже не нравится совершенно что предлагает сделать Аглая Аглая предлагает уничтожить город Аглая предлагает уничтожить город все считают ее злом подожди она предлагает уничтожить город правильно душно мне ну да 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 просто это немножко соприкасается с делами Марии что самое интересное Аглая Аглая предлагает разрушить город но при этом она по-моему предлагала вообще все подчистую снести хотя насколько я понял сейчас вот из разговора в данном случае то Гаруспик с Аглая по-моему сейчас идут бок о бок то есть у них похоже идут одинаковые цели да из разговора то есть Аглая похоже не хочет город разрушать она похоже она похоже преследует те же цели что преследует и Гаруспик ну да 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 я знаю кто хочет уничтожить город город хочет уничтожить Мария да Аглая и Гаруспику нужно уничтожить многогранник как как этот как источник инфекции по сути тогда Гаруспик выигрывает и Аглая выигрывает но Аглая при этом является злом что хочет Мария Мария хочет стать хочет стать королевой хозяйкой мамой чтобы это произошло она не просто хочет стать хозяйкой она хочет чтобы город был по сути разрушен и на его пепелище начать струить новый когда пепел осядет она начнет вместе с Петром Стамасиным и Андреем воздвигать новый мир за рекой Горхана то есть место где земля проклята будет просто уничтожено и зарыто и больше никогда никто не будет на этом мире что-либо делать многогранник сохранится город будет уничтожен многогранник сохранится и будет построен новый такой же уникальный город город который не потеряет свои изюминки если мы уничтожим многогранник город превратится в просто провинциальную деревушку и все больше он ничем не будет в принципе это неплохой вариант он станет обычный но но мне нравится честно говоря план Марии вот серьезно вам говорю мне нравится план Марии потому что в этом случае смотрите я точно по такой же логике действовал в дарк соусе все силы в дарк соусе короче говоря короче здесь просто цикл получается все что мы любое решение которое мы примем приводит к херовым последствиям в итоге потому что выберем мы решение самозванки это приводит к цикличности к цикличности мира к тому же она идет один господи плечом к плечу с этим самым карус пак идет плечом к плечу саглая в итоге короче говоря я считаю что чтобы разорвать циклы чтобы разорвать циклы нужно все почистую снести в частности многогранник он будет стоять почему потому что он взрыт очень глубоко он будет защищен от артиллерийских выстрелов всех можно там спасти всех кого нужно и вакцинировать а потом построить новый город нельзя позволять обманщику играть с нашей свободной волей это мое решение так вы считаете что город будет что город обречен да город обречен потому что почта под ним гнилая его нужно закопать нам очень сильно повезло что грунт в этом месте устроен столь прихотливо я понимаю и вы полагаете что башня на начальше опоре выстоит после обстрела да башня должна стоять потому что она очень глубоко закопана в итоге единственное что мне не нравится что она своим концом упирается в эту всю заразу в итоге чтобы эта зараза не пошла по многограннику и не вылезла в новый город но я думаю что такого не произойдет на самом деле да короче говоря нельзя чтобы снаряды упали на другую сторону реки и они туда он говорит не упадут ну значит быть пасим и вы можете доказать что это хороший выход могу вот мои аргументы обращик обращик бактерии вакцина и карта чертежами указывающая на источник заразы ты уверен что тебе действительно больше нечего мне сказать да уничтожай город я думаю что власти такого решения не ожидали да потому что это не их решение это мое решение но Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Получилось? Это был свободный выбор. Мы признаем победу игравшего. Да, это похоже на чудотворство. Выход открыт. Такого не должно было случиться. Видимо, это чудо. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok потрясающе я помню что такого у меня финала точно не было это значит что сейчас я действительно что-то понял с этой игрой короче говоря это был действительно свободный выбор потому что все это время все это время игра хотела чтобы мы сделали так как она хотела она хотела чтобы мы спасли город или чтобы мы еще какие-то решения приняли а мы в итоге решили все уничтожить но на самом деле ну я хотел на самом деле изначально так чтобы она так и было потому что мы когда разговаривать с марию не план был вполне себе неплохой мне изначально понравилось что она собирается построить новый город вот короче говоря я не знаю правильно ли я поступил но судя по всему я поступил все таки правильно хотя мне кажется что другие варианты были бы тоже неплохие вот например вариант гору спика дети бы подросли они бы научились бы управлять и он бы им помогал в итоге бы городок стал бы просто обычной деревушкой было бы неплохо наверно ну короче говоря я на самом деле довольны своим выбором и я вам хочу сказать так другие варианты концовок мы смотреть с вами не будем почему потому что я пришел в открытой концовке это было мое решение и я доволен своим решением может быть кто-то будет недоволен но это мое было решение потому что я считаю что если есть какой-то цикл то из него надо выходить нельзя просто вертеться по кругу короче говоря я считаю что игра чертовски недооцененная но очень крутая но сожалению ах и увы она нравится видимо не очень многим людям и очень жаль но я могу это понять потому что игра очень сложная психологическом плане в принципе в понимании всего что происходит поэтому я не удивлен здесь нужно очень много думать очень много читать то есть я же говорю я игру не понял все эти несколько раз которые проходил ранее я понял только тогда когда мне почти 30 я попытался ее максимально доходчиво объяснить вам то что я понимал хотя многое осталось для меня все равно загадкой но эти загадки откроются если мы будем сами играть за гару спико к примеру или за клару я вам так скажу мы не будем играть уже в этом море ни за никого другого мы поиграем за гару спико уже когда будет 2 морда же если он будет чуть-чуть отличаться я думаю что основная изюминка будет остыть будет все та же самая но кстати говоря было бы прикольно если бы второй мор был бы именно про второй город который был построен был построен марией за горханом это было бы прикольно по моему чтобы это был не раме к именно мор 2 во втором городе интересно что могло бы там происходить если мы уже разрушили проклятую землю короче говоря надеюсь что это земле больше никто ничего не построить потому что это реально как на индийском плодбище построить слаб хорошо на этом мы закончим с этой игрой и будем играть уже во вторую часть за гару спико я надеюсь что она будет скоро потому что было бы обидно все вот это вот забыть к моменту когда она выйдет ладно я надеюсь что вам понравилось наблюдать за этим шедевром я имею за игрой потому что игра реально шедеврально но опять таки где я немножко расстроен что она недооцененная ладно увидите сами других прохождений всем всем пока удачи удачи